доброе утро дорогие друзья всем доброго добрейшего утра пока все присоединяются я сейчас как раз как раз я сейчас выхожу выхожу я сейчас в эфир и в телеграме да вы можете по ссылочке пока перейти в телеграм подписаться мы в телеграме сейчас готовим телеграм-бот который будет школа жизни по торе будет обучать давать очень много вещей сейчас есть тоже очень классная функция которая я рекомендую пользоваться советы рыбы то есть можно прямо получать совет на каждый день можно получать совет прямо сразу значит вот случайный совет вам например хочется прямо сейчас узнать значит что же рыбы мне советуют и значит день 6 день 7 и мы выходим в мы выходим сейчас в наш телеграм аккаунт до в телеграм мы выходим все дорогие друзья значит кто слушает телеграме кто в фейсбуке значит кто потом будет слушать в ватсапе значит главное что главное слушать изучать тору и применять мы сегодня дошли до момента когда яков яков все-таки понял что надо возвращаться домой как он понял ему бог сказал то есть здесь уже не понять сложно и яков он со своими женами детьми решил уходить как он решил уходить лаван в это время уехал на три дня пути для того чтобы стричь свой скот там вот яков находится в этом месте напомню что в древности жили люди были дети вот просто реально дети даже время еще 2000 лет назад цивилизованные римляне построили построили цивилизованные римляне колизей и в колизей только на открытии первых две недели было убито 2000 человек это было их развлечение представляете римляне вот мы сейчас ездим в рим смотрим вау римляне такие молодцы красиво все вот в колизей 2000 человек они развлекались ходили семьями с детьми для того чтобы посмотреть как люди убивают друг друга как львы растерзывают людей и так далее звери а это было 2000 лет назад а то что происходит в этой недельной главе это было около 4000 лет назад и тогда люди были еще более детей просто были вообще они ну они детей в жертву приносили это у них нормально было взять ребеночка своего вот находят сейчас инки от стейки вот это вот в южной америки прям захоронение 200 детей разрезанные грудные клетки вырваны сердца такие были вот раньше цивилизованные люди и вот значит яков ему надо уходить и он понимает что сейчас жители этого города в котором он находился они могут ну как бы у него все забрать ограбить то есть он был под защитой лавана а тут он уходит от лавана и встал яков и взял он поднял он своих сыновей своих жен посадил их на верблюдов и взял он свои с все свои стада которые у него уже тому моменту были и все свое имущество которое у него было и значит пошел он из подана рама к своему папе к исхаку в землю кна он решил уходить есть такой как бы закон что самое это не закон это такая как идея что вот если хочется что-то спрятать это надо положить на самое видное место и когда он решил уходить он решил уходить в открытую чтобы люди не думали что он убегает то есть это было самого спокойно так идет все посадил ну все пока значит мы поехали и это был такой у него способ теперь что было дальше в лаван а лаван в это время он пошел стричь свой скот и рахель украла в торе написано слово такое атрофим которые были у ее папы значит у его папа были какие-то специальные идолы которые были в его магической он был маг да и у него были какие-то специальные трофим маленькие идолы да которыми он там делал свои вот эти вот колдовские штуки она их украла у папа рахель была такая очень она была мы видим такая активная она была девушка и яков написано ваигнов яков от лев лавана арами и украл яков сердце лавана арами в вот этот оборот речи украл сердце используется как обманул да мы бы сегодня сказали обманул то есть например приходит человек говорит а там как вас зовут вот вы мне спросите да вот кто-то первый раз пришел на урок тамара лобачевск лобачева она не первый раз но как будто бы первая она говорит а как вас зовут я говорю меня зовут значит сережа она думает о сереже значит все молодец теперь это называется как будто бы украл ее сердце украл ее ее разум я же ее обманул я и дал неправдимую информацию значит это как украл ее сердце так вторе называется обмануть и написано что яков украл сердце лавана аромейца он его обманул тем что он не сказал ему что он убегает это было значит тактора свидетельствует и убежал он и все он реку это было между речи вместо это где-то где иран находится и значит повернул он в голову в сторону деляда пошел он в сторону израиля в сторону делят это где галилея пошел он вот туда очень интересно что например у меня старший старший сын женился на девочке у которой мама у которой бабушка она сейчас жива еще до сих пор она беженка из ирака и когда в ираке из евреев изгоняли то евреи у них была был магазин на центральной улице багдада они были очень богатая семья но ушли они только у них было в ручках по сумочке подушка одеяло и пешочком они пошли в израиль все у них отобрали иракцы все у них отобрали и вот но яков он вышел с имуществом и значит сказали лавану на третий день что убежал яков и взял тогда лаван своих родственников двоюродные троюродные братья все и они погнались погнались и сделали они за день прошли путь семидневный путь и догнали его возле горы которая называлась делят и пришел всесильный лавану аромейцу во сне в холоме лайла и сказал ему остерегайся чтобы говорить с яковом от от хорошего к плохому значит вот спросим и давайте друг себя например да а с вами бог разговаривает ну значит мы так привыкли нам с детства сказали что если ты скажешь что с тобой бог разговаривает тебя значит сразу психушку запру поэтому большинство людей с детства не ловят никакие сигналы которые возможно бог с ними разговаривал но перестал потому что но если чек не есть не слышит так смысла разговаривать те кому снятся сны с ней есть 1 60 часть пророчества в каждом с ней есть как говорят мудрецы 1 60 часть того что бог тебе сообщает как пророчество но мы сейчас не слышим потому что 59 частей у нас забито мусором и в этом мусоре это 1 60 часть теряется лаван и вообще древние люди они были более чувствительные намного более чувствительные к реальности то есть если например человек вот представлю убрать 99 процентов визуальных стимулов которыми мы воспринимаем мир очаг вот он сидит целый день вот попробуйте выйти целый день посидеть на природе вообще без ничего без телефона без радио без ничего вот вы сидите на природе и рассматриваете природу где-то через там час я думаю то внимание она станет более чистым через десять часов вы уже будете совершенно в другой реальности да вы заметите все травинки вы заметите вокруг себя все цветочки вокруг себя заметите что тут ползают вы просто не представляете сколько живности находится в каждом метре в природе вообще это просто какие-то ну столько всяких таких вот мелких насекомых и лаван из-за этого что он был более чувствительный да они проводили все время на природе то они слышали вот эти вот то есть они слышали отблески вот этого духовного мира и поэтому лаван во сне он услышал голос всевышнего который сказал чтобы якова не трогать в 2 сек лаван этиаков и значит догнал лаван якова яков он разбил свои шатры возле горы а лаван они рядышком тоже разбили свои шатры со своими родственниками да то есть это было примерно они выглядели как вот если кто-то видел на картинках там монгола древние монголы да такие они все в шкурах на таких магнатых лошадках с какими-то такими мечами серпами ну просто жуть какая-то слове и разбойник такой и сказал лаван якову что это сделал ты да зачем ты украл мое сердце и зачем ты забрал моих дочек как будто бы они пленницы твои как будто ты их забрал в плен мечом он ему за говорить якова зачем ты значит от меня убегал зачем ты украл у меня да разве не сказал я тебе что я тебя отошлю с радостью и с песнями с бубнами и с этими самыми с кенорами с дудками разными со скрипками зачем тебе убегать от меня говорит ему лаван значит и не дал ты мне поцеловать моих сыночков ну то есть внуков называют сыновьями тоже и дочек моих не дал ты мне поцеловать что же ты значит сделал такую глупость которую ты сделал так он якову сказал хотя по сам на самом деле он гнался чтобы его значит забрать у него все но тут он уже понял что надо с ним хорошо разговаривать если ли я диле асот и махемра он говорит есть в моей руке сила сделать вам зло но бог твоего отца в элаэй а вихем значит бог твоего от твоих отцов вчера сказал мне говоря чтобы я остерегался и не говорил с тобой ни хорошего не от хорошего до плохого не говорил с тобой от хорошего до плохого вот этот оборот от хорошего до плохого что обычно начинают утяжьте это хорошо дела когда ругаться человеком говорят то первым делом чтобы себя накрутить говорят я τη так хорошо делал я те так хорошо делал я тебе еще хорошо делал а ты мне сделал плохо значит у меня стресс есть права сделать тебе тоже плохо все злодеи которые хотят напасть они вначале себя как бы поднимают и переворачивают, чтобы сказать, что крестоносцы шли, грабили, убивали, насиловали, вырезали. А с хорошей целью мы же крестоносцы. А зачем вы этого убили, который наш основатель? Ну слушай, кто его убил? Это когда было? Нет, мы сейчас вырежем там все евреи, общины Германии вырезали в 13 веке крестоносцы. Убивали просто всех. Сжигали. За что? А вот когда-то 2000 лет назад этого убили. Что это значит? Как это его убили? Кто убил? Дети убили его. Но они не могли просто так убивать и грабить. Им нужно было сказать, что мы вам делали хорошо, а вы нам делали плохо, значит мы сейчас можем сделать вам плохо. И то же самое вот в этом обороте. Бог сказал Лавану, ты не можешь так говорить от добра к злу. То есть это тут не сработает. И продолжает Лаван так. А теперь так как ты идешь и твое сердце хочет вернуться к папе твоему, да? Либета виха, в дом отца твоего. Зачем же ты украл моих богов-то? Зачем ты моих идолов украл? Он ему говорит. Вот это я не понимаю. Ты святой человек. Ты идешь к своему папе, который святой человек, служит единому богу. Ицкак. Зачем идолов моих забрал? И вот тут произошла страшная вообще вещь, сейчас мы прочитаем, которая является, ну, главным, можно сказать, уроком в этой главе. И ответил Яков и сказал Лавану. Ти, Ярей, первое, он ему ответил на первый вопрос, зачем ты меня обманул, почему ты убежал и не дал мне моих дочек поцеловать, я же тебя хотел отпустить. Он ему говорит, боялся я, что ты украдешь дочек твоих у меня. Он ему в этом ответе сказал, послушай, я знаю, что ты считаешь, что они твои. Он говорит, ну, я-то знаю, что я за них 14 лет отработал, да, то есть они мои. Теперь из-за того, что ты считаешь, что они твои, так ты хотел их оставить себе, а я знаю, что они мои. И ты, значит, получается, у меня их забрал, поэтому я боялся, что ты украдешь их у меня. Это ответ на первый вопрос, почему я убежал. А второй вопрос он ответил так, как вот не надо было отвечать точно, потому что говорит на Муснеа Тора, что именно из-за этого вопроса, из-за этого ответа погибла, умерла его любимая жена Рахель, ради которой он эти 14 лет и работал. И Машер Тимса, если ты найдешь твоих богов, твоих идолов, то не будет жить тот человек, у которого ты найдешь. Представляете? Он же не знал, что Рахель их украла. Она же ему не сказала. Это как в прошлой главе, когда Ривка не спросила у Ицхака, какое благословение он хочет дать ей Саву, и она начала все вот эти активные действия, чтобы обмануть Ицхака, переодевала ей Акова и так далее. Просто надо было задать вопрос, а какую ты хочешь браку ему дать? Ицхака говорит, а я хочу дать браку, значит, на богатство и на власть, все бы ей объяснил, и все было бы отлично. Нет, она вопрос не задала. Здесь Яаков, он не знал, что Рахель украла. Ему в голову не пришло, что она украла, ему не сказала. И он ему говорит, пусть не будет жить, пусть умрет тот, значит, который украл. И Тора говорит, выло я да, Яаков, ти Рахель, гнава там. И не знал Яаков, что Рахель украла их. То есть, вот тут нам прямо дается вот эта формула, что жизнь и смерть накончит языка, как сказал царь Соломон. И настолько нужно быть аккуратным, чтобы никого не проклинать, не говорить, не говорить плохие слова, не клясться здоровьем, не дай бог. Не вообще, просто нужно следить очень сильно за языком, и прошел Лаван в шатры Яакова, в шатер Леи, в шатры двух служанок, которые были женами Яакова, и не нашел. И вышел он из шатра Леи и пришел в шатер Рахели. И Рахель, она взяла этих трофимов, вот этих вот идолов. И эти идолы, кстати, знаете, из чего делались? Я читал в одной из книг, что это были трупы маленьких детей, которые были в специальном растворе, они были как замумифицированы, зародыши и трупы маленьких детей. Там вообще жуть какая-то была с этими трофим, значит, и с этими идолами. И она их положила под подушку верблюда, под седло верблюда. И села она на них. И Лаван обыскал весь шатер и не нашел. И сказала она папе, «Пусть не разневается мой господин, не могу я встать перед тобой, потому что у меня сейчас Деррих Нашим, то, что у женщин происходит ежемесячно». И он ничего даже ей не ответил. И искал он в шатре и не нашел этих трофим. Рамбан задает вопрос, великим мудрец Рамбан, он задает вопрос, «А почему он не искал под Рахелию, не сказал ей, встань? И почему он ей не ответил?» И Рамбан говорит, что в древности было у тех, кто занимались мадей и колдовством, у них было очень-очень отношение к женщинам, у которых идет как раз вот этот вот ежемесячный цикл, значит, они считали их в состоянии жуткой духовной нечистоты, они с ними не разговаривали, не притрадивались и даже не ходили по их следам, так пишет Рамбан. Тысячу лет назад он это писал. И я нашел интересное, когда-то видел, что в Непале и в Индии и в Тибете женщин, которые в этот момент находятся, их в принципе изгоняют из жилья, они спят как в такой собачьей будке, в такой маленькой, и с ними не разговаривают. То есть те, кто занимаются мадей и колдовством до сегодняшнего дня, у них уже издали законы в Индии, в Непале, что это запрещено законом, но есть сельские области, где 90% продолжают этот обычай его исповедовать. Я нашел эту статью в Виттипедии, как она называется, вам пришлю, что это существует до сих пор в наше время, поэтому, когда она это сказала Лавану, который занимался мадей и так далее, он от нее держался подальше, и поэтому он не искал там, где она сидела, на этом седле. Значит, все, вышел он, и после этого и разгневался Яков на Лавана, он же не знал, что действительно украли этих идолов, и сказал Яков Лавану, ну что, какой у меня грек, что я сделал перед тобой, что ты вот так вот ко мне отнесся, что ты за мной гнался. Я все мои, ты перерыл все мои вещи, ну что, ты нашел хоть что-то, что я взял чужое, что я взял из твоего дома, вот перед всеми людьми, посмотри перед родственниками, перед братьями твоими, и пускай они, значит, рассудят между нами. 20 лет я работал у тебя за Рахель, и, значит, за, не, 20 лет я работал у тебя, 7 лет за Рахель, 7 лет за Лею, и 6 лет за Скотт, 20 лет всего он был, работал на Лавана. Я никаких, там, овец, Скотт, то есть, он даже покрывал, покрывал он, когда, например, там, какая-то овца или заболевала, или ее там, животные львы съедали, он возвращал ему, днем и ночью я служил тебе, значит, вообще, и даже не спал, не дремал, значит, все время на тебя работал, 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 20 лет, и, значит, ты мне менял, в последние 6 лет менял мою оплату, несколько раз менял, чтобы мне не платить, и если бы не Бог моего отца, Бог Авраама, пах от Ицхака, тот, кого боялся Ицхак, значит, то теперь ушел бы я от тебя пустою, все бы ты у меня забрал, но увидел Бог мои страдания, мои старания, не страдания, а старания, и, значит, он тебе сказал, чтобы ты меня не трогал вчера, и, значит, ответил ему Лаван, значит, Лаван ему ответил все равно, он на своей волне, он ему сказал так, дочки, это мои дочки, сыновья, внуки эти, это мои внуки, и скот, это мой скот, ему все равно говорит, да, то есть, все мое, и все, что у тебя есть теперь, это все мое, но это мои дочки, что я сделаю, я отдаю, значит, бери, забирай, и давай мы сделаем с тобой союз, давай сделаем с тобой союз, значит, заключим союз, построим здесь, Здесь они поставили, Яков поставил Мацева, это камень, чтобы Бог был ему свидетелем. Лаван сделал такой холм из камней, чтобы этот холм был ему свидетелем. И заключили они два союза. Значит, Лаван пообещал Якову, что не будет на него нападать. А Яков пообещал Лавану, что не будет обижать его дочек, что он не возьмет себе других жен помимо этих дочек и будет выполнять свой долг перед дочками, как муж, значит, будет с ними жить и не возьмет никаких других жен себе, и не будет у него других детей от других жен. Что, в принципе, он и выполнил. И место это назвали Гилят. Гилят это холм свидетельства. А Лаван назвал это место, значит, на арамейском языке, то же самое слово, сейчас я скажу, как он называется, в Саадута как-то, да, Нар Саадута, он его назвал это место, Нар Саадута, то есть то же самое, это гора свидетельства. Гилят это холм свидетель, а то гора свидетельства. Потому что та клятва, которую взял Лаван с Якова, чтобы он не брал жен и хорошо относился к женам, уже Лаван не мог проверить. И он взял, говорит, пусть Бог будет свидетель. А то, что я на тебя не нападу, вот люди-свидетели, все из моей деревни, которые будут свидетелями, что я обещал, и мы не будем на тебя нападать. И конец нашей недельной главы. Значит, конец нашей недельной главы сегодня. Сказал Лаван, чтобы Бог Авраама и Бог Нахора, Нахор это был брат Авраама, они будут судить между нами. И Бог отцов, значит, будет судить между нами. Но Нахор поклонялся Богу, который отец Авраама Терах, они были идолопоклонники. И Лаван продолжал поклоняться вот этим вот идолам, которые служил его отец, ну и так далее. То есть эта традиция пошла. Отец Авраама Терах, он был главный идолопоклонник у Немрода. Авраам изучил все идолопоклонство и нашел путь к Богу. А Нахор, его родной брат, и вся вот эта его семья до Лавана, они продолжали служить идолам. И Лаван тогда сказал, что Бог Нахора. Но написано, что Яаков, Ваишба Яакова поклялся Яаков тому, кого боялся пахот Авивыцкак. Тому, кого боялся его отец Искак. То есть Богу Всесильному, Богу Творцу, Единому Богу, Творцу, Хозяину Мироздания, который все сотворил и всем управляет. И принесли они жертвы на этой горе, значит, сели они кушать, сделали пир. И утром встал Лаван утречком, поцеловал он сыновей своих, дочек своих, благословил их и пошел вернулся Лаван в Междуречье, в Падан-Арам, откуда он был. А Яаков пошел своим путем. Вот это вот очень фраза такая используется часто. В Яаков, Аллах Ледарко, Яаков пошел своим путем. И встретились ему ангелы Всесильного. Помните, когда он уходил 22 года назад, ему ангелы пришли во сне. Лестница сон Яакова, лестница в небо. И ангелы поднимались и опускались. Но когда он уже прошли эти 22 года, он уже женат, у него 11 детей, и он очень поднялся в своем духовном уровне в это время, то он уже увидел этих ангелов вживую. То есть, как Авраам, к которому пришли ангелы. И Яаков тоже поднялся на этот уровень, что он уже видел ангела в небо сне. И, значит, и сказал Яаков, когда он увидел этот отряд ангела Всесильного, и он увидел, что те ангелы, которые его сопровождали за границей, они остались за границей, а ангелы земли Израиля, они его встречали. Это были абсолютно другие ангелы. И он назвал это место Маханаем. Это как бы лагеря ангелов. Это разные ангелы. Ангелы, которые за границей, ангелы, которые в Израиле. И сегодня, да, я хотел бы вот этот вот завершить урок. Это формирование еврейского народа. Еврейский народ называется по имени Яакова. Бет Яаков, дом Яакова, бне Исраэль. Мы в следующей главе узнаем, как Яаков получил имя Исраэль. И это имя Исраэль, оно значит, боролся с ангелом и с людьми и победил. То есть Яаков, он был борец такой, с ангелом и с людьми. И почему, задает вопрос Рав Джонатан Сакс, есть такой великий раввин, прекрасная книга, всем рекомендую, уроки лидерства. Он задает здесь вопрос. Почему еврейский народ называется по имени Яакова Исраэля, а не по имени Авраама и не по имени Ицхака? И он отвечает на этот вопрос, два ответа он дает. Первый ответ он дает такой, что у Авраама было два сына, был Ишмаэль, Ицхак и шесть сыновей от Ктуры. Восемь детей у него было. И служили Богу именно только Ицхак. То есть один сын из всех его детей, он продолжил путь Авраама на сто процентов, стал таким его наследником. У Ицхака было двое детей, из Эйсаф и Яаков, и Эйсаф был злодей, и Яаков был праведник. У Яакова было двенадцать сыновей, и все сыновья были праведники, то есть он сумел передать свою веру в Бога всем своим сыновьям, и все двенадцать его сыновей, все двенадцать колен верили единому Богу, и поэтому он родоначальник еврейского народа, потому что все его дети были религиозные, верующие и шли по его пути. Теперь второй ответ, который он дает, он прямо очень меня затронул до глубины сердца. Значит, какой второй ответ? Если мы посмотрим на Авраама, Авраам прошел десять испытаний, Авраам вообще был просто великан, который ни в одном испытании, которое он проходил, он даже не засомневался, он все время с радостью, с улыбкой, тут он в печку пошел, тут он в тюрьме сидит, тут он, значит, сына своего в жертву готов принести, тут он спокойно встал утром, отправил Агарь, сына на плечо положил, Авраам, он был великан духа, который неиздебаемый был, вообще неиздебаемый. Ицхак, он вообще был не в этом мире, его, значит, папа приносит жертву, он говорит, давай, папа, молодец. Потом, после этого, он все время был в таком, во внутреннем мире, и он пришел к нему, или Мелох, уходи, ухожу, пастухи, ухожу. Сын его уже обманул, переоделся в другого сына, он говорит, благословен будешь. То есть, он вообще никак не, он был не в этом мире, он вообще абсолютно был, ну, такое слово, не парился, может, сюда не подходит, но он был выше, чем этот мир, на порядок. Что мы знаем про Якова? Яков боялся, Яков убегал, Яков любил Рахель, Яков плакал, Яков, он, у него были очень, очень, он был более похож на человека, на обычного человека, и он из всех этих ям, он вставал, поднимался, то есть, у него, если для Авраама испытания были, они даже не были испытания для него, да, он их проходил вот так вот, то для Якова ему реально было страшно, то есть, он убегает от Исава, Исав хочет его убить. Тут его, он в этой самой, остается без одежды в речке, выходит из речки и говорит, Широ Молот, песнь восхождения, подниму глаза моих горам, мань его из зря, откуда придет мне спасение? Нет. А второе, откуда придет мне жена? Он реально тут боялся, тут плакал, тут убегал, тут так, тут гневался, тут у него жена умерла, и он реально плакал, когда Рахель умерла. И когда его в конце жизни спросили, 147 лет он прожил, какая была твоя жизнь? Он говорит, тяжелые и сложные были годы жизни мои. Ему реально было сложно, и он везде побеждал. Вот это вот то качество, которое он передал еврейскому народу, поэтому народ называется народ Израиля, именно потому, что потом он заложил вот этот вот момент, что на протяжении всей истории хуже, то есть, любого испытания, которое проходил еврейский народ, египетское рабство, когда римляне разрушили, потом угнали всех в Вавилон, разрушили первый храм на Вухадницар, хотели уничтожить всех, когда было Пуримское вот это чудо. Потом римляне разрушили, угнали всех в рабство. Потом средние века, когда гонения вообще не было места, вот так в городе, всех убили, убежали, вернулись, опять все забрали. Потом Холокост, это вообще страшное, то, что вообще в голову не влазит, как просто уничтожали, и ровно через три года возникло государство Израиль, которое вот эту силу заложил Яков, когда очень плохо, и потом бах, вышли. И пишет Раф Джонатан Сакс, что это главное качество лидера. Главное качество лидера, это умение восстанавливаться, умение, когда у тебя есть стресс, когда ты в яме, когда ты в депрессии, выйти из этого. И это было главное качество, которое отличало Якова от всех праотцов других, и которое он передал своим детям, еврейскому народу, умение восстанавливаться, выходить из стресса и в любом случае возвращаться к Всевышнему. Все, шаббат, шалом всем, удачи, успехов, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы. Сегодня я узнал тоже, я сейчас не буду углубляться, но обязательно-обязательно нужно Всевышнего благодарить и сразу просить. Молитва, это вот так она устроена. Значит, благодарить и сразу просить, просто скажу, это тоже из этой недельной главы учится, что когда четвертый сын родился у Леи, и она поблагодарила, сказала, вот сейчас я благодарна Всевышнему Иуда, и перестала рожать. Потому что, когда она почувствовала уже полную благодарность, она, значит, перестала просить, перестала рожать. Потом она, когда начала дальше думать, что еще нужны дети, она начала просить и опять начала рожать. То есть, благодарность и сразу просьба. Все, всем удачи, успехов. Значит, шаббат, шалом. И на следующей неделе мы узнаем, как Яков встретился с Исавом, как Исав хотел его убить, какие у него были дальше в жизни полна приключений и стрессов. И мы узнаем, как он выходил из каждого стресса. И тоже научимся у него это делать, потому что дела отцов, знак для сыновей. Все, всем шаббат, шалом. И пусть Бог услышит ваши молитвы. Чтобы была рфа шлама Рита Бадбася. Она, кстати, выздоровела, слава Богу, вернулась домой после операции, восстанавливается. И спасибо Всевышнему. Пусть дальше будет ей выздоровление. Это моя мама. А вам тоже, вам и вашим близким тоже, чтобы было выздоровление. Все, пока. Удачи и счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok